Россиянин зарезал сожителя за желание эмигрировать. О, как бывает. В Красноярске светильник упал на головы троих детей в школе. Россиянин пришёл в гости к приятелю и 54 раза ударил его ножом на глазах сына. Ну, что я могу сказать. Это классика. Да, 9 из 10 убийств происходят кухонным ножом, то есть, да, на кухне в пьяном угаре. Ну, вот это россиянин ведёт себя приблизительно так же, как Путин. Вот Путин так же себя ведёт, как вот эти. Российская школьница убила 19 ударами ножа 10-летнюю сестру. Жесть. Ну, я думаю, что она психически больна. 14-летняя школьница, задержанная в Саратове. Ну, в Саратове были подобные случаи. Я помню, мальчик 14-летний зарезал сестру, тоже 10-летнюю, которая бегала вокруг него всё время. Делай уроки, делай уроки. А он там что-то... Ну, тогда не было игр, ещё видео. Я не помню, что он делал. В общем, во что-то он там играл. Ему это не понравилось. Он её зарезал и положил в диван. Её искали дня два, да, пока запах не появился, открыли диван и нашли. Да-да. Ну, у неё оказалась юношеская форма шизофрении. Ну, здесь 14 лет школьнице, и я подозреваю, что то же самое у неё и есть. Россиянин поджёг свою знакомую из-за личной неприязни. Ну, это классика сейчас, это по всей России. То есть, если раньше, ну, не было никаких изысков, напились на кухне и схватил нож, ну, там, или сковородкой. Ну, как правило, кухонным ножом прирезал, прирезала и так далее. То есть, сейчас вот всякие изыски поджигают кого-то там, ещё что-то машинами давят. Ну, жуть, конечно. В российском городе Фонтаново с татой в четыре этажа оставил жителей без воды, ну, это в Челябинске. «Российский полицейский совершил самоубийство и оставил записку». Интересно, что в этой записке. Ну, обычно это из-за семейных каких-то дел происходит у полицейских. «Россиянин отпраздновал покупку нового автомобиля и насмерть сбил на нём жену». Вот это всё, что нужно знать о России и о россиянах. Так что у меня нет никаких иллюзий, когда кто-то вот... Вот у вас иллюзии относительно россиян. Это у меня иллюзии? Я, бля, работал в комсомоле комиссаром оперативных отрядов комсомольских, бля, ходил по притону. Бомжей вынимал из-под... Из этих люков, да, танкисты их называли и так далее. Вокзал курировал в Кировской районе, потом в армии служил, потом я учился в институте, потом я работал в милиции участковым, на крейкинге в Саратове работал. Потом я все 90-е годы возглавлял Саратовское сыскное бюро «Аллегра», огромную структуру охранную и разыскную, да, и ты ещё сработал депутатом. Какие у меня могут быть иллюзии относительно россиян? Вы чёрт? Это говорят те люди, которые понятия не имеют, они жизнь только с одной стороны видели. Виталий, последние лет я считал, что у России нет будущего. Нашёл ваш канал после 24-го. Верю, что благодаря вам у нас у всех появился шанс. Спасибо. Нет, не благодаря мне, Виталий. Благодаря вам, понимаете? Вот если вы пришли к такому мнению, то благодаря вам, а не мне. Потому что я один ничего не смогу сделать. Мне нужна бешеная поддержка. Мне нужны уверенные люди в том, что у нас всё получится. Фанатики. Мне один человек написал, что нужно там вот для России какое-то немыслимое количество бойцов, чтобы там победить. Я написал, мне нужна тысяча фанатиков. Всё, больше ничего не нужно. Если у меня будет тысяча фанатиков, способных в голову свою, говоря, положить, точно так же, как я сам, да, на блюдо, на это, в заклад, вот моя голова, в заклад, да, то всё, мы снесём всех нахер. Никто не сможет нам противостоять. И в дух побеждать, мастерство и силу нет у них ни идей, да, ни сил, чтобы нам противостоять. Наши идеологи свернёт им шею, блядь, всем. Пригожиным, Гиркиным, Уиркиным, блядь, всех разнесёт. Я в этом даже не сомневаюсь. Я верю в вас, а вам всего лишь навсего надо верить в меня. Всё. Больше ничего не нужно. И мы с вами победим. Я не обещаю, что мы выживем. Никому не обещаю, что мы выживем. Ну, задачи так не стоит. Вообще, в любой партизанской войне, если Паше Емельевичу верить, да, то есть Паулю Емелью, фон Летову Форбику, да, если верить, да, то есть стоит две задачи. Ну, вообще, для солдата есть две задачи. Первая задача выполнить приказ, ну, наша, тут не приказ, у нас есть цель свергнуть власть Путина, установить народовластие, вот это первое. Это приказ, железобетонный приказ. И второе, выжить. Вот второй, как Летов говорил, второй солдат может не выполнить. Но первое, приказ, выполнить обязан. Вот мы все получили приказ от своих предков и от своих потомков. Нам нужна Россия. Нам нужно спасти Россию, нам нужно защитить Россию. Это приказ. Все. А второе, ну, выживем, слава Богу. Должны стараться выжить, но если не выживем, хер с ним. Бывает. Субтитры создавал DimaTorzok